Уралкалий приступил к работам по ликвидации последствий подтопления рудника 2-го Калийного. Как стало известно, ситуация на 2-м Калийном стабилизировалась. Поступление рассола в шахту сократилось в разы. На сегодняшний день в руднике и в районе провала развернута глобальная система мониторинга. Контролируется водоприток, производится бурение гидронаблюдательных скважин. За самим провалом следят, можно сказать, со всех сторон, даже с воздуха при помощи специальных зонтов. Калищики по согласованию с Ростехнадзором начали перекачку рассолов от места притока в специальный шламосборник, который находится в западной части рудника. Это необходимо для предотвращения затопления околоствольного пространства. Также начаты работы по созданию рассолоотводящей выработки. На особом контроле работы по укреплению перемычек между шахтами 1-го и 2-го рудника. По мнению ученых, никаких рисков для жителей Соликамска ситуация на 2-м Калийном не несет. Сейчас мы располагаем большим арсеналом возможностей для изучения, прогнозирования и предотвращения негативных последствий. С учетом нашего анализа текущей ситуации и мирового опыта эксплуатации калийных рудников, вероятность негативного сценария полного затопления рудника остается высокой. Мы готовы к такому развитию событий, но делаем все возможное, чтобы минимизировать связанные с этим риски. Также по данной теме высказался Евгений Котляр, главный инженер компании «Уралкалий». Мы предпринимаем все возможные меры для спасения рудника Соликамск-2 и минимизации последствий аварии. Они реализуются в соответствии с требованиями Ростехнадзора, рекомендаций ведущих российских и зарубежных специалистов. Мы анализируем различные варианты развития ситуации и наших последующих действий. «Уралкалий подчеркивает, что главным приоритетом по-прежнему остается безопасность сотрудников компании и привлеченных специалистов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова